Приветствую вас! Вы знаете, есть у меня такое чувство, такое ощущение, что вы задаете свой вопрос немного не по адресу. То есть, есть у меня такое ощущение, что вы обращаетесь не к психологам. Ну, например, может быть, к эзотерикам. Потому что для психологов вы практически никакой информации себе не предоставили. Что, безусловно, является минусом, потому что помочь вам в таком случае представляется маловозможным. Ибо психолог анализирует информацию, которую ему предоставляет клиент, и на основе этого уже дает как рекомендации. Вот. Выше. Выше. Информации как до кого не предоставили. Поэтому здесь, конечно, существует трудность. Существует трудность именно в понимании того, что у вас происходит. Тем не менее, раз вы задаете вопрос в раздел психологии, то давайте попробуем его разобрать. Я встречалась с парнем, пишите вы. Сколько времени вы встречались с парнем? Как вы познакомились с парнем? Насколько крепкие у вас были отношения с парнем? Вот. Все это надо бы выяснить, потому что это очень важные аспекты в вашей жизни. Далее вы пишите, значит, мы расстались и у меня начались новые отношения с мальчиком и с его городом. Вот. Здесь у меня, конечно, к вам сразу возникает вопрос. Что за мальчик, мальчик, из-за чего вы расстались с парнем? Ну, ну вот, с тем парнем, который, с которым вы встречались, да? Вот. То есть, что было причиной тому, что вы расстались с ним? Это важно, потому что если причина расставания не проработана, если причина расставания не выяснена. Вот. То есть очень большая вероятность того, что вы можете повторить ошибки, которые совершили в, ну вот, значит, в этих отношениях, да? Есть риск того, что вы сможете повторить их и в других отношениях. Вот. То есть это нужно для себя по возможности четко понимать. Далее вы говорите о том, что отношения у вас начались с мальчиком из его города. Здесь у вас довольно интересная, интересная довольно позиция, то есть, то есть, позиция звучит примерно так. Я рассталась с парнем, но стал встречаться с мальчиком. Возникает вопрос. А они у вас чем-то отличаются? Отличаются? То есть, отличается ли ваше воспринятие парня от мальчика и наоборот? Вот. Вот мне почему-то кажется, что это важно. Да? То есть, то есть, очень важно, чтобы вы оценили этот момент. Не принижаете ли вы мужчину таким образом? Не смотря на то, что ему там, грубо говоря, двадцать один только год, да? Вот. Вот. Ага. Несмотря на это. Все равно, не принижаете ли вы его тем, что он называется мальчиком? Вот. На мой взгляд, это важно. Если вы, опять же, хотите понять, что происходит. Потому что, если вы принижаете действительно, то есть, если вы называете мужчину мальчиком не случайно, да? В такой, ну, немного пренебрежительной форме. Вот. У этого есть причины. И причины эти, как правило, могут быть связаны с тем, что вы, ну, можете бояться отношений, вы можете бояться близости с мужчинами, да? И так далее. Вот. Ну, если это так, то со всем этим нужно разбираться. Безусловно. Вот. Со всем этим нужно разбираться. Вот. Потому что у этого могут быть свои основания. Вот. То есть, тут может быть ваш бессознательный страх, да? Значит, ну, перед отношениями. Так. Я знаю, что парень меня любит. Вот. Понимаете, какая история? Здесь вся тонкость в чем? Вы говорите, что я знаю, что парень меня любит. Но какой парень? Ведь речь идет. Понимаете, о чем идет речь? Речь идет не о парне как таковом. Речь идет именно о том, что хотите вы. И не совсем понятно, какой именно парень. То есть, это вот тот мужчина, который с вами остался? Или с которым остались вы? Или это все-таки другой человек? Потому что вы называете этих людей абсолютно одинаково. Вот. На мой взгляд, надо бы это тоже как-то поисследовать. Ну, просто потому что, да? Просто потому что это важно. Дальше. Проблема в том, что у меня уже плохая репутация, так как они мусульмане и чистота меня ценится. Ну, если речь идет, если речь идет и именно о репутации и о, скажем так, каких-то национальных, религиозных аспектах. То здесь я бы сказал, что вы сами, по идее, знали на что шли. Вы сами, по идее, на что соглашались, когда вступали в связь с мусульманами. И если вы знали, что чистота ценится этими людьми. Вот. Ага. То на что вы ожидали? Что вы ожидали? Чего вы ожидали? На что рассчитывали? Понимаете? Вот. Тут непонятно ваши ожидания. Равно как и то, как вы сами воспринимаете мужчину. Ну, то есть вообще мужчин. Как это у вас происходит? Любите вы кого-то из обоих или нет? То есть это вот, на мой взгляд, непонятно. Это нужно выяснять. Обязательно. Это нужно обязательно выяснять. Дальше идем. Парень говорит, что родители никогда в жизни не согласятся на нашу свадьбу. Но опять же. Давайте так. Если парень говорит, что родители никогда не согласятся на свадьбу, это значит, что он уделяет им много внимания. Да? Ну, родителям, я имею ввиду, много внимания наделяет. То есть он зависит от их, там, мнения, да, от их позиции, он зависит. Вот. И так далее. Вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в другом. А, сознаете ли вы, сознаете ли вы, что ваш, ваш мужчина, вот он такой? И что, скорее всего, скорее всего, он не изменится. На самом деле, это традиции, это сценарий родительский, которые у него есть. все это вместе, вместе, как бы, эм, значит, обуславливает то, что, вот, у вас происходит, то есть, ваш мужчина, он такой, и этого не измените. Дальше идем. Вы пишете, вы пишете, что мне делать? Что делать, чтобы что? Чего вы хотите? Не очень понятно, чего вы хотите. То есть, если вы задаете вопрос о том, что делать, то нужно понять, что делать, чтобы что. Если вы задаете вопрос о том, что делать, то нужно понять, чего вы хотите. Понимаете? Что вам нужно? Это ключевой момент, а не наоборот. Вот. Вы можете, в принципе, эээ, если любите мужчину, то просто взаимодействовать с ним на том уровне, эээ, на как он взаимодействует и сейчас. И, в общем и целом, эээ, это будет нормально. Вот. Вы можете, если, эээ, если, эээ, преследуете какие-то свои цели, да, свои цели, вы можете, эээ, расстаться с ним, эээ, потому что ждать, пока он изменится, ждать, эээ, его перемен, это, эээ, слишком, эээ, слишком ненадёжно и слишком опасно для вас, потому что по итогу вы можете, эээ, ничего не получить. Вообще. Совсем. Вот. И это, эээ, может болезненно сказаться, сказаться на вас. Вот. Поэтому, должен вас об этом, собственно говоря, предупредить. кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх. То есть, ещё раз, исходить нужно из того, эээ, чего хотите именно вы сами. Эээ, можно ли надеяться, что ситуация справится со временем, поскольку ему всего 21 и он боится, эээ, пойти против их воли. Ну, будем честны, шанс, шанс того, что он пойдет против их воли, достаточно маленький. Он почти минимальный, этот шанс. Потому что он уже находится под влиянием родителей своих. Понимаете? Вот, поэтому, если вы готовы ждать, это ваш выбор, но ждать вы можете только на свой страх и риск. Вот. Только исключительно на свой страх и риск вы можете ждать. И никак иначе. По-другому, к сожалению, не получится. По-другому, к сожалению, нельзя. По-другому, к сожалению, не бывает. То есть, если вы готовы ожидать, просто ожидать человека, да, вот, то все нормально, нормально. Но делать это нужно для него, а не для себя. То есть, если вы готовы сделать это для него, но ничего не будете ожидать взамен, то ждите. А если не готовы, то, соответственно, лучше вам не ждать, потому что есть большая вероятность того, что он не изменится. А вам стоит пересмотреть свои критерии отбора мужчин, потому что, выбирая мусульман, вы обрекаете себя на определенные ограничения, и только себя в том, насколько эти ограничения оправданы для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.